Всем привет! Добро пожаловать в Аленку Блог. Сегодняшнее видео будет о фаворитах. Фаворитах косметики, сериалы, книжка. Ну, в общем, все, что мне понравилось за последнее время, я вам расскажу об этом, покажу. Надеюсь, вам будет интересно. Давайте начну, наверное, с сериала. Сериал, я о нем узнала от Кати Виппенсулбокс. Она рассказывала в своем видео о фильмах, которые недавно посмотрела, о сериалах, которые посмотрела. И вот этот сериал, она так хорошо, по-доброму о нем отзывалась, и мне захотелось его посмотреть. Кать, спасибо. Потрясающе. Сериал «Мама». Английский сериал «Мама». Он не длинный. Каждая серия, по-моему, 20 с чем-то минут идет. То есть он смотрится очень легко, но насколько он потрясающий. Он очень тонкий, он очень какой-то деликатный. В нем абсолютно гениальное чувство юмора, такой английский юмор. Немножечко иногда чернушный, немножко иногда такой, кажется, тупой. Но на самом деле очень-очень классное чувство юмора. Потрясающие персонажи. Сериал снят, все происходит в одном доме, так скажем, вот в одном месте. Никуда они не ездят, никуда они не передвигаются. Серии не связаны между собой, то есть там нету такой прям сюжетной линии. Просто какие-то события из жизни людей, семьи. Женщина, мама, главная героиня, ей уже 50 с чем-то лет, у нее недавно умер муж. Она живется уже со старшим, со взрослым сыном. У сына девушка, которая тоже с ними живет. К ним приходит постоянно друг семьи Майкл. И вот этот Майкл, он просто, я в него влюбилась, настолько классный актер. Мне он как актер нравится, этот мужчина. И персонаж, ну просто, девочки, посмотрите, я думаю, вы поймете. Обалденный, обалденный персонаж. И вот они все переплетаются. Также у этой героини есть брат, у него есть жена. И вот они постоянно находятся все вместе в этом доме, ходят туда-сюда друг к другу в гости. И что-то происходит. И вы знаете, там нету такой вот, какое-то вот события какого-то грандиозного. Вы знаете, как бывает там в сериалах. Вот в первой серии там кого-то убивают или что-то такое случается, и потом все это вот жуется. Да, здесь ничего вообще нет. Здесь нету никаких таких вот прям грандиозных событий. Здесь просто жизнь. Показана самая обыкновенная человеческая жизнь, человеческие отношения, эмоции. Иногда это очень весело, иногда это вот прям аж дощемит, вот грустно. Но невероятно трогательно, проникновенно, легкая очень подача. Я просто получила большое удовольствие от этого сериала. Давно-давно уже не смотрела ничего подобного. Так что вот рекомендую вам тоже от души его. И дальше книга. Книга, которую я прочитала, прочитала две книжки. Автор Анна Старобенец. Это русская девушка, российский автор, молодая, 78-го года рождения, я посмотрела. Мне порекомендовала её моя подписчица в YouTube. Она мне написала, что, Ольга, если вы любите что-то такое страшное почитать, вот, почитайте. Спасибо вам большое. Почитала в восторге. Я почитала у неё «Переходный возраст». Это такой рассказ. Хороший. Хороший. Такой жуткий, противненький такой. Ну, мне нравятся такие вещи. Так цепляет, короче. И прочитала у неё роман. Роман, который называется «Убежище 3.9». Это вообще... Ребята, у неё свой стиль, свой особенный стиль. Вы знаете, я очень люблю, как пишет Стивен Кинг, я люблю мураками. Вот она что-то такое между ними, плюс она переплетает всё это с какими-то такими древнерусскими легендами, былинами, сказками. Очень интересная подача, очень интересная сюжетная линия, такой твист там происходит в этом романе. То есть я поняла его и так, и так. То есть ваш уже выбор, какой конец вы предпочтёте. Пусть он будет или такой, или такой. Это очень интересный роман, очень страшный, даже жутко страшный. То есть если там вдумываться в это всё, прям на протяжении всей книги, хочется постоянно её бросить, читать. Но это невозможно, потому что она вот просто затягивает вас. Ну, я могу её, наверное, порекомендовать. Если вы реально любите фильмы ужасов и книги, и вот такие ужастики, то да, читайте. Вам понравится. Мне очень понравилось. Анна Старобинец, Убежище 3, дробь 9. Класс. Это класс. Всё. От высокого переходим к нашим банкам. Наши банки. Здесь я вам подготовила что-то по уходу, что мне очень понравилось. И что-то из косметики, из парфюмерии, точнее. Из косметики ничего не будет, косметика всё по-старому. Давайте уход. У меня появилось несколько продуктов от марки Филорга. Филорга – это французская марка, а мне муж привёз из Дьютифри. Он летел в самолёте, и вот в каталоге он увидел вот Филорга, прочитал, там, говорит, такой хороший у них состав. Я говорю, да ты что. И купил мне. Купил, короче, всё. Всё, что было. Там две сыворотки, ещё сыворотка с гиалуроновой кислотой, крем для глаз и маска для лица. Не было крема как такового. Я подумала, что, ну, почему бы не написать Филорге, представителям Филорги в России и спросить, ну, что они рекомендуют, будет сочетаться с этой маркой, да. Мне, к сожалению, никто не ответил, что очень обидно, поэтому я сочетаю, как сочетаю сама. Я не знаю, правильно или неправильно. Как такового крема от Филорги у меня нет. То есть у меня есть сыворотки, нету вот крема. Ну, слушайте, в Австралии она не продаётся, поэтому пользуюсь, что есть. Давайте расскажу, что мне очень понравилось. Мне понравился крем для глаз. Вот такой крем Optime Eyes. Вот так он выглядит. Optime Eyes. Тут, как они нам заявляют, я уже прочитала всё, отёчность спадает, уменьшаются тёмные круги. Я... у меня нет очень тёмных кругов, но у меня периодически отекают глаза, особенно вот так вот, снизу, если посмотреть. С ним меньше. С ним гораздо меньше стала отёчность, кожа разгладилась. Ну, мне нравится, правда. Мне нравится. У меня до этого был Drunk Elephant крем для глаз. Ни в какое сравнение не идёт вот с этим. Это классно. Очень классный крем. Вот если реально у вас припухлость есть под глазами, он реально убирает. Хороший. Дальше. Мне очень-очень понравился. Я ещё люблю гиалуроновую кислоту. Вот. Это концентрат. Концентрат. Вот прям увлажняющий концентрат с гиалуронкой. Потрясающий. Потрясающий. Пару капелек на всё лицо. Он, знаете, во-первых, разглаживает лицо, во-вторых, напитывает кожу. Кожа вот просто как будто вы выпили 5 литров воды сразу, да. А сухость убирает очень хорошо. Хорошее средство. Очень хорошее средство. Работает с любым кремом потом. То есть я утром умываюсь, потом наношу тоник, потом наношу вот эту штучку, и потом наношу крем какой-то свой базовый. Сейчас покажу, как у меня крем базовый. Всё. И вот он вот создаёт такую классную такую защиту, такую вот водную. Водную защиту. Очень хорошая вещь. Мне кажется, на лето она тоже будет очень здорово работать. Хорошее. Она прям, знаете, вот прям такая вот, такая жидкая, как такие... Ну, как такое желе. Очень жидкое, прозрачное. Дальше. Это у них, по-моему, бестселлер. Это из их Меса Маск. Меса Маск. Филорка. Вот так она выглядит. Я, видите, я же не живу в России. В России с этой маркой уже давно знакомы. Здесь у нас это не продаётся, нигде не представлено. Поэтому я рада познакомиться. Вот так муж купил. Спасибо. Пользуюсь, показываю вам. Маска обалденная. Вот, девочки, реально, обалденная маска. Ей пользоваться надо раз в неделю. Я по четвергам обычно делаю, или когда у меня выходной. В общем, раз в неделю, два раза будет, наверное, много. Она очень сильная. Сильный у неё эффект. Моментально подтягивает кожу. Реально эффект разглаживания морщинок каких-то. Её даже можно под глаза наносить. Честно говоря, я боюсь и не наношу. Вот сколько раз я её раза четыре уже делала. Не наносила, честно говоря, под глаза. Может быть, стоит, напишите, если кто-то пробовал, наносили ли вы её под глаза, какой эффект. Девочки, просто нереальная маска. Она такая жирная, как такая жирная-жирная сметана. Я наношу такой специальной лопаточкой. Вот так вот наношу. И хожу с ней где-то минут 20. Потом смываю, и лицо вот как будто подтянутое. Ну не знаю, даже вот эти вот зоны я прям наношу так щедро. Ищу сюда на шею. Вот эти вот, видите, штучки? Они вот так вот подтягиваются. Но это потрясающе. У меня никогда не было ни одной маски в моей жизни, чтобы я видела результат сразу вот так наглядно. Это реальное вложение. Это реальный эффект, который виден сразу же. Я была вообще в шоке. Знаете, мы уже такие все скептики, привыкли, что ну пишут одно, а получается другое. Здесь вот такого нет. Если крем для глаз, да, первые пару раз, ну крем и крем. Потом ты видишь результат. Потом, потом, потом. Там через недели-две. То эту маску я увидела результат сразу. Это магия. Это магия, это очень здорово. Мне очень нравится, правда. Очень хорошая маска. Вот серьезно, если увидите, берите. Все, с филорго все. Есть у меня еще две сыворотки. Они стоят у меня наверху. Я еще не разобралась в своем отношении с ними. Поэтому пока ничего не могу о них сказать. Но во всем остальном все очень здорово. Так. Из Японии мне привезли вот такую умывалку. Вот такая умывалочка. Это умывалка-пенка. То есть вы наносите, она такая густая. Вот видите, вылезает такой густой-густой-густой крем. А когда вы наносите на лицо, она превращается вот просто, пенится на раз-два-три. Очищает также на раз-два-три. Она снимает все. Всю косметику. После нее не нужно ни мицеллярную воду. Я еще по привычке, знаете, делала. Умоюсь, потом проходила ватным диском с мицеллярной водой. Ничего никогда не было. Это класс. Японская косметика, они, конечно, вообще, они на сто голов впереди вообще. Всего нашего люкса. Это вообще очень недорогое средство. Это, по-моему, даже оно... Ну, где-то у них чуть ли не в супермаркетах продается вот такая вот умывалка. Очень крутая. Также мне привезли вот такую... Суисай, Канеба, вот такую пудрочку. Я знаю, есть и у Шесейда уже такие пудры появились. Я думаю, сейчас уже будут и у Ланком, и у всех, и у Шанель выпускать. Потому что это очень здорово. Вот такое маленькое ведерко. Вы раскрываете. Там пудрочка такая. Я вот сюда на ручку... Оп, закрою. Я на руку посыпаю. Прям вот в душе, да, я умываюсь или там утром, да. Утром нет, утром я ее не делаю. Вот так высыпаю. Чуть-чуть водички. И она реально, она пенится. И вы ее наносите, и она чуть-чуть... Она не скраб, нет. Но она полирует ваше лицо. Ну, невероятно приятно. Очень приятная процедура. Вот эта маленькая ведерко. И вот так вот вы наносите. Класс. Это, по-моему, тоже очень бюджетное в Японии считается средство. Ну, видите, такая неказистая пластиковая упаковка. Но внутри содержание это просто... Дальше. У меня, как я говорила, вот базовый крем, да. Потому что сыворотки сыворотками, но на них все равно нужно потом наносить какой-то крем. Я люблю эту марку. У меня был другой крем от них. Сейчас вот этот я взяла себе. Вот такая французская марка. Наверное, вы знаете этот крем. Называется Embryolisse Laboratories. Это эмульсия. Эмульсия легчайшая. Это эмульсия для очень сухой кожи. Я взяла, потому что сейчас, когда у нас везде работают обогреватели, у меня очень стало сушиться, сохнуть кожа. Особенно вот здесь. Вот здесь появились такие прям вот, знаете, ну сушатся. Что поделаешь. Поэтому вот эта вот вещь, она очень классная. Он легчайший. Он вообще... Там такой состав, там ничего вообще такого нету. Без парабенов. Ну чуть ли там, знаете, даже детей можно им мазать. Сейчас вам покажу. Он очень хорошо впитывается. Очень приятный в нанесении. Работает отлично. С тональным кремом. То есть после него даже не нужно делать никакой праймер. Видите? Не нужно делать никакой праймер. Очень-очень хорошая вещь. Есть еще такой же, а вот который у меня был до этого. Тоже мне понравился. Вот этот, видите, такой нежно-зеленые штуки. А есть такой же с темно-синими. Он для комбинированной кожи. Вот у меня был до этого для комбинированной кожи. Он более такой кремовый, что ли. Это больше как эмульсия. Мне вот поэтому он больше нравится. Классный. Классный. Я не знаю, продается он в России. Здесь я с трудом вообще нашла. Когда нашла, сразу взяла. Недорого. Классно. Очень хорошее. Хорошее средство. Такое вот прям и бюджетное, и отвечает всем-всем критериям. Следующее. Заканчивается мой любимый крем. Вот прям я рекомендую вам, девочки. Овен Колд Крем. Вот такой крем. Сейчас у вас как раз будет осень, период зимний. Вот этот крем потрясающий. Он чуть-чуть его надо совсем буквально. Потому что если вы сделаете его много, он скатывается. Его нужно прям совсем чуть-чуть на руки. Он быстро впитывается. Он защищает вашу кожу, напитывает ее. Кожа реально очень гладкая. Пахнет хорошо. Он пахнет, знаете, как простокваша. Чем-то такими молочными продуктами. Вот простокваша, знаете, я до сих пор помню, как она пахнет. Очень мне нравилась. Вяженка, простокваша. Вот что-то такое. Вот этот крем так пахнет. Классный. Вот очень классный. Обратите внимание, в период зимних холодов он вам пригодится. Хороший крем. Его хватает на очень долго, потому что нужно совсем чуть-чуть. Так. И у меня появились новые капли для глаз. Мне их тоже привезли из Японии. Это опять марка Рохта японская. Я вам показывала уже такие зеленые. А это вот такие вот розовые. Называется Личи Рохта. Это, знаете, на сайте написано, это капли для девочек. Не знаю почему. Есть такие капли для тех, кто носит контактные линзы. У меня обычные. Они реально делают белыми белки глаз. То есть, если вы, например, устали, там долго перед компьютером сидите, вечером пришли, вам нужно куда-то выйти потом, глаза уставшие, вы капаете прям по одной капельке, в один глаз, в другой, и ваши белки, ну, просто, ну, до голубизны. Вот реально, вот прям вы видите, через минуту эффект очень интересный. Они жжут глаза от них немного, но быстро привыкайте. Такие с холодинкой. Очень хорошие капли Рохта. Рохта вообще, я так поняла, очень хорошая марка именно их капли для глаз. И два аромата, которыми я пользуюсь, которые я люблю. Дрис Ван Ноттен для Фредерик Маль. Мой мастхэ в последнее время тут просто рука тянется. С утра до вечера его ношу, ни с чем не мешаю. Обычно я люблю, знаете, миксовать ароматы. Утром одно, одним другое, вечером третье. Здесь этого не хочется делать. Стойкость потрясающая. Плюс вот этот аромат, он такой интересный. Он так интересно раскрывается. И хочется только им наслаждаться целый день. И ночь тоже. Очень-очень хороший. Попробуйте здесь сандал. Сандал необыкновенно благородный, необыкновенно аристократичный, интеллигентный, интеллектуальный. Потрясающий. Потрясающий аромат. И впервые в мир. Везде уместен, везде будет красиво звучать. И второй аромат. Это Жудепо. Сэрш Лютен. Это тоже аромат, который содержит сандал. Сандал я вообще в последнее время прям подсела на ароматы с нотами сандала. Этот аромат мой must-have. Будет у меня всегда. Уже заказала себе новый. Еще не распечатанная стоит коробочка. Люблю его. Очень люблю аромат выпечки, аромат на эти булочки со сливочным маслом, со стаканчиком молока. Очень гурманский, очень такой добрый аромат. Теплый, уютный. Ношу его дома. Ношу его дома. Очень люблю его наносить вечером и сидеть смотреть какой-нибудь хороший фильм. Люблю. Вот такие были у меня фавориты. Кино никакое не смотрели. Вот прям вот что... Ну, мы смотрели кино, но что прям так что-то запомнилось. Не было такого. При сериал я вам сказала. Вот это, да, это меня очень сильно взбудоражило этот сериал. Поэтому я с вами им поделилась. На этом все. С вами была Аленка Блог. Пишите, какие у вас были интересные открытия за последнее время. Пишите, может быть, какие-нибудь сериалы порекомендуете. И все. Всем пока. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok